Сегодня хочу рассказать о таком необычном конкурсе ледяных причесок. Да, каждый с ума сходит по-своему, и такое тоже бывает. Перенесемся с вами в Канаду. Да, там есть такие природные горячие источники. И это место стало очень популярным для туристов. Там температура воды не опускается ниже 40 градусов тепла, а температура воздуха зимой может быть 35 градусов и ниже. И люди купаются в теплой воде при 35 градусном морозе. Помню, в свое время ездили в Финляндию, и там в Лаперанте есть бассейны под открытым небом, в аквапарке, волшебный лес, где можно выбраться и купаться на свежем воздухе и потом обратно заплывать в здание. То есть очень даже было такое интересное занятие. А тут люди купаются, и при этом в зимнее время года проходит интересный конкурс. Конкурс причесок замороженных. Что же это такое? Да, именно такой резкий перепад температуры в воде позволяет волосам из волос делать такие причесочки. Да, мокрые волосы мгновенно замерзают и покрываются ими. Да, и пока они не превратились в сосульки, нужно обглядать как можно быстрее желаемую форму. Да, лучше поднять длинные волосы повыше, чтобы не застудить и не заболеть. Ну и чтобы волосы не примерзли, конечно, к телу. Действовать нужно очень быстро. И ресницы, и брови, все это тоже покрывается. И борода у мужчин так покрывается льдинками. Да, 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 да. Показываю вам тут такие прекрасные волшебные картинки. Такие соревнования проходят отдельно среди мужчин, отдельно среди женщин. Ну и вот такое вот интересное место сегодня решила вам показать. Ну да, конкурс проходит где-то с декабря по МАВК до конца марта. И дальше, собственно говоря, выдаются, выплачиваются денежные призы победителям конкурса. Да, хотела бы я на самом деле побывать в таком месте. Вот, интересно. А хотели бы вы побывать и принять участие в конкурсе ледяных причесок? Пишите в комментариях, да. Также благодарю вас за лайки и подписку на канал. С вами была Надежда. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok